В сегодняшнем видео мы расскажем о всемирно известной женщине. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете отношения Ким Кардашьян к Армении и гноциду армян 1915 года. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Обязательно досмотрите это видео до конца, это того стоит. Мы начинаем. Несмотря на то, что всемирно известная звезда Ким Кардашьян является армянкой по отцу, она достаточно редко проявляла интерес к своей родине и к ее истории. Но не так давно в Ереване проходили многотысячные народные гуляния или бархатная революция на фоне отставки премьер-министра Сержа Сарксяна. Светская львица воодушевилась происходящим в Армении и опубликовала сделанное во время ее визита на историческую родину фото. Там Кардашьян стоит вместе с известной, в кавычках, республиканской бабушкой, которая в дни визита теледивы дежурила у отеля. Это так вдохновляет видеть объединенных армян, которые мирно протестуют за изменения. Это исторический день для Армении. Я опубликовал этот снимок, сделанный в Армении, потому что эта женщина тронула мое сердце. И для меня она представляет сердце всех сильных армян. Подписала снимок Ким. Визит в Армению и близкое знакомство с исторической родиной сделали Ким Кардашьян более активной участницей армянской национальной жизни в Америке. В частности, это касается темы признания геноцида армян. Так, годом ранее, известная теледива ответила гневным письмом американскому изданию Wall Street Journal, поставившему под сомнение факт геноцида. Вы поддерживаете такую позицию Ким? И в целом, как вы относитесь к Ким Кардашьян? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. А мы продолжаем. Было бы понятно, если бы это сделала желтая пресса. Но когда на геноциде армян желают заработать такое авторитетное издание, как Wall Street Journal, это постыдно и недопустимо. Мне и моей семье знакомы абсурдной публикации в прессе. Мы научились игнорировать их. Но когда я узнала об отрицающей геноциде армян в рекламе в Wall Street Journal, я не могла промолчать, написала Кардашьян в своем блоге. Многие историки убеждены, если бы Турция была привлечена к ответственности за геноциды армян, не было бы Холокоста. В 1939 году перед вторжением в Польшу Гитлер задался вопросом, кто сегодня помнит о геноциде армян? Мы помним и должны помнить, отметила телеведущая. Кардашьян убеждена, что о геноциде армян нужно говорить до тех пор, пока американское правительство не признает его, поскольку, отрицая прошлое, мы ставим под угрозу наше будущее. А также Ким приняла активное участие в промо-акции фильма «Обещание», а 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, выложила на своей странице в Твиттер Кимоджи в виде незабудки. Надеемся, что на этом интерес Кардашьян к родине не закончится, и она также внесет свою лепту в проблему признания геноцида армян во всем мире. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.